Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Реконструкция подъездной дороги к селу Тазаимка должна быть завершена еще в прошлом году. Однако до сих пор ее не сдали в эксплуатацию. Подрядчик от ответа уклоняется. Церемония вручения премии Акима Карагандинской области прошла в Караганде. В этом году на конкурс было подано 85 заявок. Специальная комиссия определила 26 победителей. Конкретные действия по реализации концепции «Слышащее государство». Этой теме была посвящена встреча с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Лугмаром Буларовым. Реконструкция подъездной дороги к селу Тазаимка должна быть завершена еще в прошлом году. Однако до сих пор ее не сдали в эксплуатацию. Подрядчик от ответа уклоняется, а местные жители негодуют. Все подробности в нашем первом репортаже. Сегодня работы ведутся, но с отставанием графика и с отсутствием соглашения на текущий год между Акиматом Абайского района и филиалом Национального центра качества дорожных активов по Карагандинской области на экспертизу качества работы материалов. Подрядчик и руководство Абайского района в свою очередь игнорируют все просьбы и запросы о подписании соглашения на этот год со стороны Национального центра качества дорожных активов. Хотя в начале года у нас было поручение Акима области, потом поручение премьер-министра, что все работы должны вестись после заключения договора с Национальным центром качества дорожных активов. Но как бы заказчик этот момент на сегодняшний день игнорирует, всячески препятствует. Все необходимые письма были направлены, но никаких действий нет. Национальный центр направил письмо подрядчику Акиму района и государственному учреждению отдела жилищно-коммунального хозяйства Абайского района. В письме было указано, будет организован инспекционный выезд и ожидается участие противоположной стороны. Однако к началу инспекции заказчик в лице представителей Акимата и подрядчик не явились. Но тем не менее, как вы видите сами, дорожно-строительные работы ведутся. Есть улицы, есть дороги, по которым идут жалобы со стороны населения, жителей, в социальных сетях, в других информационных порталах. Соответственно, мы на это реагируем. Вот недавно по Абайскому району, органической области, со стороны жителей обращение было, поскольку оказалось, что некачественные автомобили дороги строятся. С нашей стороны был ощутен выезд, были отобраны материалы, 11 кернов. Все 11 кернов не соответствуют нормативным требованиям. Но со стороны заказчика никаких действий не принимается на данный момент. В нынешнем году на развитие и ремонт автомобильных дорог местного значения выделено 408 миллиардов тенге. Планируется охватить ремонтными работами более 4000 километров дорог. При этом охват экспертизы и работы материалов, проводимые национальным центром, составляет 81% из реализуемых объектов. Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта поручил центру организовать комиссионные инспекционные визиты на проекты, которые не были охвачены оценкой качества и реализуются в рамках локальной сети. В ходе визита выездной группы на объект по реконструкции подъездной дороги к селу Тазаим Кабайского района были отобраны материалы для проведения детальной экспертизы. В Карагандинской области для поддержки малого и среднего бизнеса начали строительство трех малых промышленных зон. Две создают в Караганде, одну в Саране. Регион активно наращивает объемы обрабатывающей промышленности. С начала года выпущена продукция почти на 2 триллиона тенге. На сегодняшний день в секторе обрабатывающей промышленности действует 905 предприятий, обеспечивающих работой 67 тысяч человек. Экспорт товаров из Карагандинской области за первое полугодие составил 1 миллиард долларов США. Номенклатура включает медь, ферросплавы, продукцию машиностроения и химической промышленности. В текущем году планируется реализация 10 инвестиционных проектов обрабатывающей промышленности. Номенклатура продукции будет расширена за счет реализации проекта по производству ферросилика алюминия, спецкокса, стальных труб, оцинкованных металл изделий и гофрированной картонной продукции. Что касается мер поддержки, в рамках единой комплексной программы оказана финансовая поддержка 88 проектам обрабатывающего сектора на сумму 87 миллиардов тенге. Кроме того, в области ведется работа по строительству трех малых промышленных зон для размещения субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, благодаря программе государственной поддержки 88 проектов уже получили субсидии и гарантии на сумму почти 9 миллиардов тенге. Крупные компании региона, такие как Кормет и Казахмыс, заключили контракты с местными производителями, закупив продукцию на 97 миллиардов тенге. Глава региона Эрмаганбет Буликпаев подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки обрабатывающей отрасли и поручил активизировать работу по привлечению инвестиций. В Карагандинской области наградили лучших работников культуры и искусства. Церемония вручения премии Акима Карагандинской области прошла во Дворце культуры Горняков. В этом году на конкурс было подано 85 заявок. Специальная комиссия определила 26 победителей. Звезды культуры собрались на торжественной церемонии во Дворце культуры Горняков. Гости отметили, что сегодня нашу жизнь трудно представить без картин, театральных спектаклей, кинофильмов, литературы. Именно представители творческих профессий вносят вклад не только в развитие культуры, но и сохраняют духовное наследие. Пользуясь моментом, хочу поздравить коллектив об основе универсальной научной библиотеки имени Николая Гоголя с 90-летним юбилеем. За эти годы библиотека и ее сотрудники не только сохранили, но и приумножили библиотечный фонд, организовали интересные проекты, учли современные тенденции, чтобы оставаться актуальным местом для молодежи. Еще одним ярким длинным событием, который говорит о продвижении нашего культурного наследия, открытии памятника к Исчета-Дибету в Алкаре. А недавняя победа нашего земляка Максата Ханова на республиканском Майдысе Алкун-Думра в Астане. Это доказательство того, что наша земля продолжает рождать таланты, которые известны по всей стране. В этом году на конкурс было подано 85 заявок. Специальная комиссия определила 26 победителей. Лауреатам вручили премии, дипломы и памятные статуэтки. Главная награда за верность профессии и сертификат на 2 миллиона тенге достались руководителю казахского вокального эстрадного ансамбля «Дарын» Темиртаусского дворца культуры Жане Хасеновой и музыканту Академического симфонического оркестра имени Рахмадива Олегу Семченкову. Лучшим театральным режиссером года стал художественный руководитель театра имени Си Фулина Айден Солбанов. Долгожданной и неожиданной стала награда для актера Русского драматического театра имени Станиславского Александра Тиссина. Он стал победителем в номинации «Лучшая эпизодическая роль». Это очень долгожданная на самом деле награда, потому что 14 лет службы в театре, вот я впервые получил такую довольно крупную, значительную награду для меня, ну и, наверное, для любого актера, ну, по крайней мере, в Карагандинской области уж точно. Планы на будущее, ну, продолжать трудиться в театре, продолжать служить этому искусству театральному, это, наверное, все-таки театр стал для меня какой-то жизнью. Театр для меня второй дом, труппа для меня вторая семья. В номинации «Хореограф года» сразу два победителя – руководитель хореографического ансамбля «Нурби» Дома культуры Нового Майкудука Нурлан Мухатаев и художественный руководитель и хореограф образцово-хореографического ансамбля «Куаныш» Айман Тойболдина. Это было неожиданно, ну, так как я уже, видите, получала, поэтому то, что все-таки мой труд был оправдан, я очень благодарна всем моим близким, моей маме особенно, что она меня поддерживает, моим детям, моим друзьям, моим коллегам. Наши планы на будущее – покорять сцены, покорять сердца наших зрителей и идти только вперед. Цветы и овации, музыка, песни и танцы – все это посвящалось работникам культуры и искусства. Праздничную атмосферу подарили местные и столичные исполнители и творческие коллективы. Премия Акима области «Лучшим работником культуры и искусства» учреждена 19 лет назад. За эти годы в профессиональном конкурсе участвовали около 2000 человек. Реализация концепции «Слышащее государство» и не просто декларации, а конкретные действия. Этой теме была посвящена встреча с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Лугмаром Буларовым. Проект «Единое общество. Согласие и доверие» нацелен на развитие культуры, доверие, укрепление единства и согласия в обществе. Ассамблея народа Казахстана проводит эту работу в рамках реализации поручений президента, данных им на 33-й сессии Ассамблеи. Заместитель председателя АНК Лугмар Буларов в Карагандинской области встретился с государственными служащими, работниками учреждений здравоохранения, центров занятости и обслуживания населения. Он рассказал о целях проекта, отметил важность продвижения и сохранения общенациональных ценностей и акцентировал внимание на важности укрепления культуры доверия государства и общества, единства и согласия в стране. Основная задача – это соблюдение кодекса честей государственных служащих. Также встречаемся с руководителями этноцентра, для того, чтобы они тоже проводили работу у себя в этносах, по соблюдению закона и порядка, культуры, воспитанность свою. Цель такова в нашей поездке. Главная задача – это сегодня единство, согласие. Участники встречи отметили, что концепция «Адалазамат» начинается с маленьких дел. Столичный гость призвал сотрудников учреждений, которые ежедневно занимаются предоставлением услуг населению, быть максимально корректными при взаимодействии с гражданами, реагировать на каждую просьбу, не оставлять без внимания поступающие запросы и стараться решить или показать алгоритм решения возникающего вопроса. В общем, сегодня, конечно же, наши граждане полностью поддерживают политику главы государства, политику справедливого Казахстана. Но есть некоторые моменты, где, если человек проходит условно в ЦООН, в земельный комитет, там немножко появляются некие вопросы, когда у человека появляются какие-то недовольства, какие-то нарекания. Вы сами в социальных сетях тоже это видите. Поэтому, прежде всего, очень хотелось бы, чтобы наши именно государственные структуры, органы соблюдали кодекс чести, культуру, общение с нашими людьми. Встреча прошла в конструктивном диалоге. Участники в свободном формате обменялись мнениями. Вместе с представителями секретариата АНК, руководителями этнокультурных объединений проведен ряд встреч и семинаров-тренингов. На них обсуждались вопросы укрепления общественного согласия, приоритеты и задачи поставлены на 33-й сессии АНК и другие актуальные темы. По итогам встреч сформированы предложения, которые будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе. К другим новостям. С начала года Министерство внутренних дел заблокировало 43 ресурса с признаками суицидального характера. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел на брифинге о безопасности в интернете. Полицейские заявляют, что пристальное внимание уделяется выявлению и блокировке противоправного контента, особенно среди детей. Несмотря на отсутствие прямых элементов суицида, в некоторых опасных играх специалисты предупреждают, что не могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье подростков. МВД обращает внимание родителей и законных представителей на важность постоянного контроля над активностью детей в сети, а также воспитание ответственного поведения в интернете. Министерство внутренних дел активно работает над задачами по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием сети интернет. Пристальное внимание уделяется выявлению и блокировке противоправного контента, в том числе ресурсов, связанных с пропагандой суицида, особенно среди детей и подростков. С начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера. Вся информация по ним для блокировки направлена в Уполномоченный орган, а именно в Министерство культуры и информации. По словам специалистов, в 14 случаях суицида или попыток самоубийства подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. В одном из случаев имел место прием наркотических веществ. Согласно данным анализа, большинство таких трагедий происходит среди подростков в возрасте 15-17 лет, в период, когда они наиболее уязвимы из-за психоэмоциональных изменений. Важно обсуждать с детьми безопасное поведение в сети интернет. Необходимо провести с ними соответствующую разъяснительную работу. Объясните им риски, связанные с общением в социальных сетях и онлайн-играх. Научите их не стесняться обращаться за помощью, если они столкнутся с чем-то тревожным или же пугающим. Полицейские продолжают активно работать над обеспечением безопасности детей и подростков. С начала года сотрудники правоохранительных органов провели более 68 тысяч лекций и встреч в школах и учебных заведениях, направленных на повышение правовой грамотности среди молодежи. Особое внимание уделяется усилению профилактической работы в связи с началом учебного года, чтобы предупредить возможные угрозы и сформировать безопасное цифровое пространство для подрастающего поколения. Айган Амсагитова, Дассан Шанин, Первый Карагандинский. Путь прогресса и свершений. О том, зачем в Казахстане развивать атомную отрасль, рассказал член Ассамблеи народа Казахстана, профессор Карагандинского медицинского университета Вилен Молотов-Лучанский. Собственная атомная электростанция позволит развиваться такому направлению, как ядерная медицина. Уже сегодня медики в странах, где многие десятилетия работают атомные электростанции, активно используют возможности попутных производств. В частности, благодаря генерации новых изотопов дан импульс новому методу радионуклидной терапии метастатических форм рака, и он успешно применяется для спасения больных. И, конечно же, собственная АЭС – это энергетическая независимость государства. Я одобряю, я считаю, что это необходимо. И то, что специалисты, которые работают в ядерной энергетике, говорят о том, что проект атомной электростанции будет как раз самым модерновым, самым новым, который отвечает всем требованиям безопасности, это третий плюс класс безопасности, и будет защищена атомная электростанция максимально, это, конечно, внушает оптимизм в отношении того, что люди поймут, что это будет безопасно, и что государство все сделает для того, чтобы не пострадала ни природа Казахстана, ни один из жителей Казахстана. А, само собой, это даст нам плюс в энергетике, даст нам еще один импульс для развития. Это очень важно, потому что дефицит электроэнергии очень высок будет в скором времени. Без этого мы развиваться не можем. Диверсификация энергетической безопасности предоставляет ряд преимуществ, отмечают эксперты. Во-первых, это снижение зависимости от импорта энергоресурсов, уменьшение цен на энергию, а также создание новых рабочих мест. Во-вторых, имеются экологические преимущества. Диверсификация способствует снижению выбросов парниковых газов и улучшению качества воздуха. Таким образом, переход к более разнообразной энергетической системе не только укрепит безопасность, но и содействует экономическому росту и охране окружающей среды. 6 октября в Караганде городские и некоторые пригородные маршруты будут курсировать бесплатно. Об этом сообщили в городском Акимате. Напомним, что в предстоящее воскресенье состоится республиканский референдум, на котором будет решаться судьба первой атомной электростанции Казахстана. В Карагандинской области в день проведения референдума 6 октября будут работать 650 участков. Традиционно на участках размещены кабинки, где горожане тайно смогут проголосовать. Затем бюллетень помещается в прозрачную урну. Особое внимание уделено лицам с ограниченными физическими возможностями. Для них подготовлено специальное место. Утвержден и бюллетень. В нем задается лишь один вопрос. Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане? На него предлагается два варианта ответа. Да, согласен и нет, не согласен. Отмечается, что референдум является воплощением концепции слышащего государства. Именно путем голосования люди могут выразить свою позицию. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ на голосование, карагандинские власти объявили о том, что 6 октября проезд на всех городских и пригородных маршрутах будет бесплатным. Общественный транспорт будет курсировать согласно графику воскресного дня. 7 октября в понедельник общественный транспорт будет работать в штатном режиме. С 1 по 6 октября в Караганде проходит эксклюзивная ярмарка белорусской обуви. Идеальная возможность обновить свой гардероб стильными моделями по выгодным ценам. С 1 по 6 октября в Караганде пройдет уникальная ярмарка белорусской обуви. Это отличная возможность приобрести себе качественную обувь по приемлемым ценам. В магазине широкий ассортимент обуви на все сезоны. На столах свыше 600 пар обуви. Вся обувь из натуральной кожи, с противоскользящей подошвой и водоотталкивающей основой. Внутри мех овчина. Обувь идет на проблемные ноги, у кого уступающие косточки, широкое голенище и высокий подъем. Размерный ряд женский идут с 36 по 43, мужский с 40 по 49. Вся обувь очень удобная, очень качественная, легкая и долго носится. У нас было большое зимнее поступление. Есть ботиночки, полусапожки и сапогами. Приходите, подберем на любую ножку. На ярмарке представлено все. От элегантной классики до комфортной повседневной обуви. От зимисезонных ботинок до утепленных зимних моделей. Широкий ассортимент для мужчин и женщин на все случаи жизни и любой сезон. Приобрела сегодня обувь, очень довольна, довольна обслуга. Я уже не первый раз, а третий раз покупала и осенние сапоги, и зимние сапоги. Очень довольна, обслужили хорошо. Спасибо, всего вам доброго. Не упустите возможность пополнить свой гардероб стильной и надежной обувью, которая прослужит вам не один сезон. А приятные цены вас точно удивят. Ждем вас в торговом доме «Азия», улица Войнов-Интернационалистов, 32, второй этаж, бутик 206. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»